Я вас приветствую, мои дорогие друзья! Читая все ваши комментарии по поводу моего последнего видеоролика за китайский станок Jet, я не мог не заметить, что практически каждый пятый подписчик мне задавал один и тот же вопрос. А почему я за ту же самую цену не остановил свой выбор на станке WM210? Это тот же самый китайский станок с такими же косяками по точности, но он более жесткий и более интересный. И, воспользовавшись вашим советом, я быстро реабилитировался и заказал себе точно такой же станок. Итак, знакомьтесь, токарный станок WM210F400. Транспортная компания доставила его мне в течение двух дней. Находится он в обыкновенной деревянной коробке, очень, кстати говоря, жесткой. Внутри находятся все необходимое, все запчасти и сам станок. Комплектации этому станку полагается инструкция, мануал, русского языка, естественно, нет. Центр не вращающийся, центр вращающийся и патрон, ключ к патрону. Все конуса здесь МК2. Ключ к патрону на шпинделе. Обратные кулачки для этого патрона. Набор резцов на 10 мм. Прямой проходной, два проходных правых с разной геометрией пластинок, один расточной, резьбовой внешний, резьбовой внутренний и отрезной резец. Также к ним полагаются по две пластинки. Набор ключиков шестигранных, один ключик 14х17 и набор колес на гитару. Как вы можете видеть, они уже здесь металлические. Также здесь имеется дополнительная втулочка для этих колес. Ну и как бы приятный бонус это масленка. Кстати говоря, очень даже удобная, потому что мягкая. Дополнительно еще заказал защиту винта. Это такие пружинки, которые нужно уже устанавливать самостоятельно. Теперь я вкратце озвучу все его основные характеристики. Первое, что мне бросилось в глаза, так это то, что этот станок весит 75 кг. Это практически в два раза больше по весу, чем у того станка, который стоит внизу там на полке. О чем это говорит? Это говорит о том, что здесь больше металла, больше мяса, а следовательно должна быть и больше жесткости. Но это мы проверим на практике. Самым классным здесь достоинством является то, это лично на мой взгляд, то, что здесь уже с завода стоит 125-мм трехкулачковый патрон, что позволяет зажимать уже довольно габаритные заготовки. А если поставить сюда еще и обратные кулачки, то в принципе здесь вообще можно производить точение до самой станины. Еще хочется отметить, что здесь на планшайбе за патроном просверлены уже отверстия с завода, для того, чтобы можно было без всяких переделок сюда поставить четырехкулачковый патрон. Но даже не это самое главное. Самая главная фишка этого станка, то что здесь внутри находится шпиндель, и внутреннее отверстие этого шпинделя 38 мм, толщина стенки 6 мм. И это позволяет зажимать уже в патрон сквозь станок прутки диаметром 35 мм. Для такого маленького станка я могу сказать, что это просто подарок. Обработка над станиной. Возможно, болванки диаметром 210 мм. Над суппортом 110 мм. Расстояние от конуса до конуса здесь составляет 450 мм. А если брать от патрона до конуса, ну то, грубо говоря, 350 мм. Внутри шпинделя находится конус МК-5, а внутри пиноли задней бабки МК-2. Длина станка составляет 840 мм, ширина 390 мм и высота 370 мм. Рабочий ход поперечной подачи здесь составляет 75 мм. Внутри винт с шагом 1.25, резьба левая. Рабочий ход малой продольной подачи 55 мм. Шаг резьбы 1 мм, резьба тоже левая. В верхней части этого станка имеется кнопка включения станка и аварийной остановки. Включим станок. Также здесь имеется переключатель направления вращения шпинделя против часовой стрелки, нейтральное положение и по часовой стрелке. Включим против часовой стрелки. В нижней части мы видим потенциометр, при помощи которого можно выставлять необходимые обороты. Но этот потенциометр весьма непростой. Здесь имеется концевой выключатель. Пока вы его не включите, станок не запустится. Я, конечно, понимаю, что это все сделано для максимальной безопасности. Но вот эта опция реально очень неудобна, когда вы нарезаете резьбу без размыкания маточной гайки. Каждый раз приходится настраивать необходимые рабочие обороты. Кроме всего прочего, здесь имеется защитная крышка, которая полностью вырубает станок. И чтобы его включить обратно, необходимо опять открыть крышечку и включить станок. Мне это как бы не устраивает. Эту крышку я сразу отсюда демонтирую. Кроме всего прочего, здесь хорошо читаемый дисплей. Кстати говоря, очень классно, что он здесь стоит светодиодный. Его видно со всех сторон. Очень широкий угол обзора. Хотелось бы пару слов сказать о самой станине. Ширина ее составляет 100 мм. И на ней имеются уже две призмы. На одной призме ходит сам суппорт, а на второй призме ходит задняя бабка. Производитель заявляет, что станина закалена. Ну, проверим ее по классике над филечком. Скользит. Да, действительно, поверхность закалена. Что касаемо самого суппорта. Ну, конкретно в данной модели суппорт это уже услада для моих глаз. Имеются пыльники со всех сторон, имеются масленки со всех сторон. Ну, за исключением малой продольной. Наверное, производитель подразумевает, что нужно ее выкрутить, смазать, а потом закрутить. Но это уже не проблема. Это уже та деталь, которую можно допилить самому. Что касается расположения лимбов. Продольной и поперечной подачи. При одновременном движении, то есть при одновременном точении, руки не сталкиваются друг с другом. А это уже говорит о том, что все сделано удобно. То есть дискомфорта в работе получать я уже никакого не буду. Также здесь имеется смыкание маточной гайки, что работает уже плавно и с щелчком. Еще что хотелось бы отметить. Здесь уже редуктор под продольную подачу устроен так, что в него уже стружка залететь никак не может. И здесь уже колхозить и пилить ничего не нужно. Это уже, я считаю, достоинством. Что касается лимбов. На этой модели лимб на продольной подаче уже имеется. Цена отделения у него здесь 0,25 мм. И полный оборот лимба здесь составляет 25 мм. На поперечной подаче имеется тоже лимб с ценой деления 5 соток. Полный оборот 2,5 мм. Но это и понятно. Здесь шаг винта 1,25 мм. На малой продольной имеется лимб с ценой деления 2 сотки. Полный оборот 1 мм. Здесь тоже все понятно, потому что шаг винта 1 мм. Лимбы хорошие. Здесь на них сделана накаточка. Они, правда, еще не подсмазаны. Нужно их разобрать. Но крутятся они отлично. И не стопорятся. Все крутится отменно, пока не повернешь сам рукой. То есть все здесь сделано уже по уму. Что касаемо градусной меры для разворота рестидержки. Это, как многие называют, всего-навсего показометр. Просто всего лишь примерно представлять, насколько вы разворачиваете. Но доверия к ее точности нет абсолютно никакого. Что касаемо задней бабки на этом станке. Здесь она уже сделана по уму. Здесь имеется эксцентриковый зажим, который позволяет надежно фиксировать заднюю бабку на станине этого станка. А также ее основное достоинство то, что она экономит время при сверлении отверстий внутри заготовки. То есть меня эта очень опция радует. В верхней части задней бабки имеется пресс-масленка, которая теоретически должна смазывать сам винт. Но что она смазывает, я не знаю. Разберусь, когда сниму эту деталь. На самой пиноле внутри конус МК-2 пиноль выдвигается на длину чуть больше 50 мм. Сверху еще все сдублировано в дюймах. Разметка также сдублирована на заднем штурвале. Имеется лимб с ценой деления 0,025 мм. Полный оборот 1 мм. Значит винт здесь внутри задней бабки шагом 1 мм. Что еще хотелось бы отметить по поводу этой задней бабки. Пиноль при полном выдвижении здесь имеет небольшой люфт. Это критично, но эту проблему можно решить даже при домашнем никелировании. Нанести по внешней части слой никеля, и тогда она уже здесь будет ходить гораздо плотно. Я может как-нибудь в дальнейшем покажу, как это делается. Еще на задней бабке имеется регулировка, которая позволяет смещать ось задней бабки по отношению к оси вращения шпинделя. Лично мне в этом станке нравится, как реализована задняя защитная крышка, которая предназначена для того, чтобы ссыпалась стружка. Все сделано под конус. Имеется хорошее проходное отверстие для того, чтобы стружка ссыпалась вниз и не задерживалась. Внизу станка ее собирать уже гораздо удобнее. Что касаемо самой рейки, по которой двигается продольная подача, она здесь не люфтит от слова совсем. Зафиксирована надежно, доработок не требует. Шаг ходового винта здесь составляет 2 мм. Правая опора винта, прикручена к самой крайней части станка, имеется пресмасленка и сам вал сидит в двух упорных подшипниках. Минимальная автоподача на этом станке составляет 0,156 мм наоборот. Станок имеет возможность нарезать как метрическую, так и дюймовую резьбу. Метрическую с шагами от 0,5 до 3,5 мм и дюймовую с 10 до 44 ниток на дюйм. На данный момент у меня станок просто стоит на столе. Но к нему в комплекте также идет вот такое основание, выполненное из металла толщиной 1,2 мм. Как вы можете видеть, основание выполнено заподлицо. И я не поставил лишь только потому, что не знал болт, с какой шляпкой сюда нужно ставить, чтобы основание вот так вот не шаталось. Но все, это сделано не просто так, а сделано это для того, чтобы можно было фиксировать станок длинными болтами через столешницу насквозь. Давайте теперь снимем защитную крышку и посмотрим, какая здесь приводная часть, точнее, как она выполнена. Гаечки такие классные, с накаткой, тяжелые, быстро откручиваются. Да и крышка снимается легко. Ну да, ремушки здесь очень жидкие, прям очень. Ну вы посмотрите какие, ну блин. Это все нужно переделывать, они разорвутся рано или поздно. Точнее, скажется мне, что очень быстро разорвутся. В общем, здесь имеется ведущий шкив, промежуточный и шкив на самом шпинделе. От мотора прямиком идет на промежуточную шестеренку. На промежуточной шестеренке есть две канавки. Так же, как и на шпинделе. Имеется два передаточных отношения. Вот сейчас стоит на самом малом, это мы имеем от 50 до 1250 оборотов. Если же мы ремушок перекинем вот на эту канавку, тогда мы получим от 100 до 2500 оборотов. А вот, натяжитель здесь находится, вот он болт его в раме. То есть мы ослабляем промежуточный шкив, перекидываем ремень и опять натягиваем. Ну, это все поддаст переделке и очень даже легко, причем даже без снятия крышки. Теперь можно обратить внимание, какая здесь гитара. А вот гитара здесь уже реализована более грамотно, так как мне нравится. Шестерни уже все металлические и выполнены они на одной рейке. То есть двигаем к себе, меняем все необходимые шестерни под необходимый шаг резьбы. Ставим к шпинделю, прижимаем и затягиваем болтом вот здесь. Хочется что еще отметить, что если не хотите заморачиваться перебором вот этих шестерен для нарезания резьбы, для этого станка вообще без переделок имеется полностью электронная гитара, которая ставится, а ее даже здесь абсолютно не видно. Ставится сюда энкодер, который идет в комплекте, сюда ставится шаговик, и вы имеете возможность нарезать левую, правую резьбу с абсолютно любым шагом и подачу, какую вы хотите автоматическую. Вот, наверное, со временем я, скорее всего, эту штуку куплю и поставлю, потому что, ну, теребонько с этими шестеренками каждый раз, если нарезать резьбу, ну, в принципе, как бы не очень хочется. Так, давайте теперь посмотрим, что у нас здесь стоит за мотор и какой здесь стоит частотник. В общем, снял я заднюю крышку, здесь у нас имеется предохранитель, ну, а вот она сама плата частотника. Что-то она дуже маленькая, очень маленькая. Так, под этим у нас защитным кожухом, там стоит движок, но, чтобы его посмотреть, необходимо снять заднюю защитную крышку, потому что здесь его прямо и не видно, он прямо находится под корпусом. Но мне все равно надо подтягивать прижимную пластинку, поэтому сейчас я открою крышку эту тоже. Снял я заднюю защитную крышку, и можно лицезреть сам двигатель. Двигатель без коллекторник, и говорит производитель нам, что он мощностью 1100 Вт. Ну, вот посмотрите на размер этого двигателя. Вы тут ощущаете 1100 Вт? И я тоже нет. От силы ватт 500, и, может быть, и того меньше. Ну, заодно хочу показать, как выглядит прижимная пластина на суппорте. Прижимается всей плоскостью к станине. Здесь имеется два установочных винта, и три винта в потай подтяжка. Я уже все подтянул, был небольшой люфт. Ну, и последнее, куда хочу засунуть свой нос, это посмотреть, какие здесь стоят подшипники. А подшипники тут стоят радиально-упорные. А тут несказанно повезло. Я думал, что радиальные просто стоят. Нет, радиально-упорные. Это вообще хорошо. Ну, а теперь давайте поставим резцы и что-нибудь поточим попробуем. Для начала хочется знать, насколько же ты выше, либо ниже расположена по отношению к оси вращения. Сейчас посмотрим. Так, пластинка 3 мм. Так. А, ну да. 3 мм ровно в центр. В общем, резцы сюда, в резцедержку, можно покупать 12 смело. Плюс пластинка в 1 мм. И они будут стоять ровно по оси. Самое главное, что меня сейчас интересует, насколько ты хорошо режешь. Потому что это определяющий момент. Дробишь ты или не дробишь. Вот как раз-таки вопрос. Ну, начнем с 12 мм. Какого-то стального прута. Посмотрим. 600 оборотов. Давай посмотрим. Ну, в принципе, непринужденно. Теперь попробуем отрезать что-нибудь побольше. Пруток диаметром 20 мм. Те же самые обороты. 500. Почти 600. Пластинка тоненькая. 2 мм боюсь сломать. 2 мм боюсь сломать. Так. 5 мкий,hech бассажren. П économique. 5 мм процине. Все готово. 5 м Watgenau. 7 м... КАК-у. 4 мм процину characters. ну что очень даже неплохо очень неплохо могу сказать и торсует отлично вещь давайте пример попробуем нарежем резьбу к примеру 20 на 1 сколько у меня черновая здесь 22 с половиной 20 проточим выход под резец достаточно переставила шестеренки под шаг 1 ну да с пластмассовыми грохота такого не было как с остальными поставил я резец то что с коробки ну пробуем нарезать резьбу готова шаг 1 очень хорошо и раз уж гитара настроена на шаг 1 миллиметр давайте попробуем сделать ответную гайку как раз мы расточим внутри и нарежем внутри резьбу с металлом у меня напряженка поэтому воспользуюсь алюминиевой болванкой растачиваем и нарезаем резьбу сдается мне что я просадил отверстие ну да просадил зараза ходуном будет ходить эта гайка по идее резьба должна быть просажена потому что я чуть переточил отверстие попробуем а нет а нет просадил чуть-чуть нет не просадил плотненько идет так снимем с патрончика посмотрим что у нас получилось очень даже неплохо первый раз на этом станке нормально итак мои дорогие друзья пора подводить итоги и я хочу сказать свое собственное личное мнение за этот станок в общем на этом станке можно производить уже работы просто до достав его из коробки что я и наглядно продемонстрировал в этом видеоролике здесь я не переделал абсолютно ничего единственное что я только подтянул прижимную пластинку сзади здесь на суппорте она немного болталась станок как вы видите даже не прикручен у меня к столу это уже изначально неправильно но все равно на нем уже можно производить точение здесь имеются как достоинства так и недостатки достоинства могу отнести следующее что здесь уже завода стоит 125 миллиметровый трехкулачковый патрон нравится что здесь большое проходное отверстие шпинделя что позволяет уже насквозь просовывать довольно габаритные заготовки нравится что здесь стоит стоят уже подшипники радиально упорные нравится конструкция задней бабки в общем в этом узле конкретно переделывать лично для меня уже ничего не нужно единственное что можно лишь только подшаврить для более высокой точности а так в принципе здесь больше станок ни в чем не нуждается теперь к недостаткам к недостаткам отнесу то что здесь стоит слабенький мотор мощности здесь не хватает его я буду точно менять буду менять шкивы и ремни потому что ну извините меня вот такие конечно ремни но это просто смешно для такого станка тут нужно ставить что-то более мощное потому что таких маленьких здесь надолго не хватит также я созрел к тому чтобы поставить сюда полностью электронную гитару которая позволит мне нарезать все возможные резьбы без всяких проблем с любым шагом сделать любую подачу наоборот какая мне нужна а также нарезать левые резьбы чего кстати в этом станке нет здесь нет поразительной шестеренки вот за свои деньги вполне себе неплохой станок могу порекомендовать ссылку на этот станок где его приобретал оставлю в описании под видео надеюсь что смог рассказать все об этом станке ну а на сегодня у меня все всем кому видео было полезно не забываем ставить палец вверх всем пока